На науке Роскосмос и МГУ планируют провести ряд экспериментов. Один из них – адаптация вестибулярного аппарата человека к нахождению в космосе. Один из первых экспериментов, который мы будем проводить на модуле наука посвящен адаптации человека к нахождению в космосе. Там специальным образом будет проводиться стимуляция вестибулярного аппарата слабыми токами. Минус рассказал в интервью телеканалу Россия-24 исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Еще один интересный эксперимент – изготовление кристаллов. В составе модуля есть специальная печь, которая будет в условиях невесомости готовить из расплавов металлов кристаллы особой частоты. Потом из этих кристаллов можно будет делать модули для электронной техники, инфракрасных датчиков, датчиков ионизирующего излучения, минус рассказал Блошенко. Также планируется изучить влияние длительных космических перелетов на организмы животного происхождения. Всего планируется провести порядка 170 экспериментов. Модуль «Наука» также даст российскому сегменту МКС дополнительные объемы для рабочих мест, хранения грузов и размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Позволит российским космонавтам получить каюту для третьего члена экипажа, второй туалет и европейский манипулятор РА, позволяющий выполнить некоторые работы без выхода в открытый космос. Новая космическая лаборатория станет 17-ти самым большим модулем на МКС.